Бута Владимир Александрович, 18 марта 1996 года, 81-я бригада, 90-й батальон. Какое положение сейчас вообще у буржунов сил Украины в плане снабжения, морального духа? Упал моральный дух в нашем батальоне, так, упал хорошенько. А в целом как обеспечение вооружения у нас подразделения? Мало чего вообще, по большей части автоматы и всё. Какое отношение было у командиров к ребённому составу? Плохое. Просто относились как к куску мяса. Ну, например, даже вот взять некоторых раненых, просто не вывозили в больницу. Иногда даже прямиком на передовую сразу отправляли. Что-нибудь, может быть, слышал информацию о планах применения как раз ВСУ, химического оружия, либо подготовки этих, там, провокации с химическим оружием? Ты как и думаешь, что это известно? Кто-то завозили, какую-то ёмкость, непонятно что. Завезли и вывезли. Там взяли, не знаю, некоторых людей на сопровождении и вывезли. Никто даже не понял, что это, зачем, куда. Ёмкости, на них было что-то там написано или нет? Ну, что-то написано там либо по-английски, либо не по-нашему. С жидкостями, да, ёмкость была? Ну, похоже на жидкости, внутреннюю, никто не смотрит. Это непосредственно на ваших позициях бригада, да, было? Да, было. Что хочешь передать сослуживцам, которые остались на передовую? На передовую те что? Да. Чтобы они не слушали наших командиров. Это их добро не приведёт. Я Смирский Вадим Александрович. Прошёл реабилитацию и был снова отправлен из 2 числа этого месяца в Бахмут. Из Бахмута нас отправили в вирубовку, в которую мы переночевали сутки. Потом нас отправили в Комишуваху. В Комишуваху нас вивели в посадку, где нам сказали окупироваться и спосерегать за противником. Мы сидели там 4 дня, потом мы выносили на место эвакуации 200-го и 300-го. Ну, у меня взрослые, после попадания у меня с батальона у меня осталось, ну, хай, процентов, 20 людей. Всего в селе 200-300. Мы так вошли в полом. Не вірли тому, что люди показывают, что вздеваются над людьми, то это пропаганда по телевизору. Еще хочу передать привет маме Томашевскому Наталье Миколаеву и Систем Семьевскому Александру Александровичу. Не вірли, это все пропаганда. По телевизору общают им не виноват. Не виноват такого, как они рассказывают, что-то над людьми издеваются, просилуют, добывают их. То все ближнее. У них шевроны, у них есть свастика. Ну, это можно сказать, немецкая свастика. Она на каждом из них. Поэтому там сразу видно было, что это добровольческий батальон или Азов или Айдар. А как к нему отношения? У людей? У людей, у вас, у погранцов? Да никак. Это ребята, которые 8 лет все грабили и более кого хотели. Какое к ним будет отношение. А им что в лицо, почему тогда так не говорили? А как? А как можно сказать? Для иных взять, выпустить рыжок в толпу людей, это что нам нужно друг на друга посмотреть. Понимаете? То есть просто боялись или что? Конечно. А кто их не боится? Их все боялось. Скажи, пожалуйста, вы рыли окопы, готовились к наступлению. То есть, по сути, ты был готов выйти воевать. Правильно я понимаю? Ну, готовы у нас к этому, да. А кто был готов, это уже показало время. Потому что, ну, ушло. Ну, убежало ребят. Из заставов. Ну, не захотели воевать. А, и с твоего? Что это получается? С моего? Ну, и с моей заставы, и с других заставов. Всех много. Тех, кто ушли, не захотели воевать. Ну, знаешь же, например, 12 человек ушло. Тех, кто ушли, не захотели.